Всем привет! После того, как в РФ запретили покупать игры напрямую в Стиме, многие начали приобретать ключи активации на сторонних сайтах, правда не все знают, куда их вводить. Так что сегодня я расскажу, как их правильно активировать для тех, кто не знает, и конечно же, где выгоднее всего покупать такие ключи. Приступим! Сначала поговорим, где выгоднее всего покупать игровые ключи, ведь на самом деле торговых площадок с разными предложениями хватает, и иногда там действительно можно урвать выгодное предложение. Но сейчас из-за невозможности покупки игр напрямую, многие перекупы повысили цены, сделав даже выше, чем были у Стима, из-за чего выгодным этот способ явно уж не назвать. Поэтому, например, я покупаю игры на сайте GameStop, в котором, выбрав конкретную игру, вы увеличиваете шанс на её выпадение, то есть может выпасть и другая, но не менее интересная. И учитывая небольшие цены на сайте, на мой взгляд, это весьма выгодный вариант. Пускай желаемая игра выпадет не с первого раза, но без крутой игры вы в любом случае не останетесь. Покажу на примере игры 7 Days to Die. Нахожу игру через поиск, как можно видеть цена гораздо ниже тех, что мы видели раньше, так что жму купить, оплачиваю, и с первого раза выпала Gary's Mod. То есть то, о чём я и говорил, игра не менее крутая, при том ещё и стоит дороже, чем я заплатил, но немного не та, которую я покупал, а потому куплю ещё раз, оплачиваю. И вот со второго раза выпала 7 Days to Die, ключ от которой можно забрать в личном кабинете. Но вообще здесь всё зависит от вашей удачи, кому-то может выпасть из первого, кому-то со второго, как мне, а кому-то из третьего. Но учитывая, что игр здесь столько же, сколько и в Стиме, найти во что поиграть сможет каждый, а потому ссылочку для вашего удобства оставлю в описании. Ну и после того, как мы получили ключ от игры, переходим к его активации. Вообще существует два варианта, как это можно сделать. Первый стандартный через приложение Steam, откуда игры скачиваются на ПК. И второй вариант через сайт, откуда естественно игру не скачать, но добавить в свой список игру можно. Так что начнём с приложения, которое для начала нужно скачать и установить, если оно у вас не было ещё установлено. И то же самое касается регистрации аккаунта. А затем запускаем приложение Steam на ПК. Активируется игра на самом деле очень просто. Слева в верхнем углу наводим мышку на вкладку игры и выбираем активировать в Steam. Затем жмём Далее, соглашаемся и вводим ключ активации. После чего непосредственно нам показывают игру, которую мы активировали. Так что жмём Готово и можем переходить на страницу загрузки. Не пугайтесь, если игра сразу не появилась в списке купленных игр слева, это может произойти с задержкой. Так что для загрузки можно или перезагрузить Steam и игра точно появится, или найти игру в магазине, где будет активна кнопка загрузки. Ну а как устанавливать игру, думаю и так все знают. Сначала жмём Установить, выбираем папку для установки или оставляем по дефолту, а дальше просто со всем соглашаемся, пока не начнётся загрузка игры. Если брать второй вариант через сайт, нужно перейти по вот этой ссылочке, которую думаю вы найдёте в описании. И уже здесь процедура ровно такая же. Вставляем ключ активации, жмём галочку Принять соглашение и Продолжить. После чего нам должно выдать, что код успешно активирован. Но так как мы только что активировали этот же код через приложение, мне написало, что продукт привязанный к этому ключу уже есть на вашем аккаунте Steam, то есть ключ уже активирован. Так что как-то так, ничего сложного в этом нет. Надеюсь это видео вам помогло, если вы не знали как активировать ключ, за что можете подписаться на канал, ведь здесь много чего интересного, включая игровые обзоры. Ну и напоминаю, купить игры дешевле всего вы можете на сайте GameStop, ссылка на который есть в описании. И до встречи в новых видео, пока!